Девушки отдыхают Дискотека для тех, кому за 45 Вот правда, со звуками этой мелодии Так сознание раз лет на 30 назад прыгнуло Великая сила музыки Музыка способна у нас вызывать эмоции, воспоминания, даже ощущения Здрасте, здрасте, всем приветики Да, коротенький за 40 Ладно, если разрешение от мамы будет, то за 40 тоже можно Но вообще для тех, кому за 45 Здрасте, здрасте Эти, знаете ли, дискотеки нашей молодости Ну, в смысле, музыку вспоминаешь? Вот И ты понимаешь, что у нас не было ни телефонов, ничего такого Но, по-моему, мы круче зажигали, чем молодежь Причем нам для полного счастья хватало какой-нибудь там, я не знаю, там Бутылки портвейна, три топора Да? Ну так Бутылку портвейна на пятерых, на шестерых разливаешь Настроение, что надо И все И ты на дискотеке просто танцор диска, понимаете? Кто-то в больнице Выздоравливайте, выздоравливайте Давно меня не видели Да Действительно, сколько дней, пять, наверное, я не выходил в эфир Или четыре, я уже не помню, суть не важно Не виделись, короче Да, я в Москве, я приехал Я в родной обстановке Понятно, что я сейчас как бы, ну, буду мотаться по делам Потому что у меня очень короткий период, когда я дома Мне опять нужно уезжать на этот, на съемочки Но это у меня будет уже заключительный блок уже в Санкт-Петербурге Уже четвертого числа мы заканчиваем То есть полностью заканчиваются съемки фильма, значит, Аутсайдер Вот, так что так вот Вчера исполнилось 73 годика Так вот, эта дискотека как раз для вас Ха-ха-ха Витебск, здрасте Пять дней меня не было, да? Пять дней Вот Музыка нравится Ну, понимаете, для ваших, для, скажем так Для наших детей это ретро, понимаете? Это ретро Дискотека 80-х, грубо говоря, там Или там, там, 90-х Ну, 80-х, скорее всего Потому что это конец 80-х Вот Камчатка, здрасте Самара, вижу, вижу, вижу Всех вижу, всем привет Классная песня «Вояж» Да, да, да Пятигорск Соскучились, да? Не буду лукавить Тоже Вот Да Приветствую вас Да Вы, по-моему, актер, да? Вы знаете, вы тот редкий человек Который точно понимает Что я не артист, а актер Это вот многие путают Актеров и артистов Вот Артистов это, там, не знаю Басков, Галкин Кстати, последнего, так сказать Не хочется вспоминать Ну, там, сами понимаете, да? Вот Слушайте, как Басков себя проявил Кто бы мог подумать, а? Вот мы над ним, как бы, шутим Он сам такой достаточно Любит поиронизировать над собой Слушайте, а ведь Из Большинства артистов Басков-то оказался Мужик больше, там, чем все остальные Да? Ну, то есть мы иронизируем Мы, там, подкалываем Мы, там, о чем-то догадываемся, там, или еще что-то Но, заметьте Вот реально-реально Басков вызывает уважение В этой ситуации Ну, вообще Вот, прям реально Я честно вам скажу Я как-то так, знаете Ну, немножко так Как-то с юмором к нему всегда А чувак проявился, блин В экстремальной ситуации Проявился мужиком Да? Он сын военного А, он сын военного, да? Неожиданно, но Да, ну тогда понятно Откуда все это Понятно, да Что он сын военного Все понятно, понятно Ну, тут как бы никуда не деться Я тоже сын военного Поэтому мы как бы Ну, так Вот Белый Белый Какой белый? Кто белый? Белый уехал из России Вы имеете ввиду этого Александр Белый, да? Который, ну, в смысле Актер вы имеете Уехал? Слушайте, да пускай уезжает Кто куда хочет Вот я вам честно скажу Вы будете скучать? Я даже не знал Я даже не знаю Кто из них куда уехал Мне все равно Это их право Это их выбор Мы живем в свободной Грубо говоря Стране, да? Где если ты Ну, скажем Высказываешь свою точку зрения Без оскорбления Без как бы там скажем Там вообще там Как бы да То ради бога Ты даже можешь высказывать Негативную точку зрения Там по отношению К скажем Там к военной операции Там к войне Я кстати тоже К войне отношусь плохо Вот там Не знаю К Путину там Критиковать его Но если ты это делаешь Все разумно Трезво В рамках как бы Ну приличий То тебе никто Слово не скажет Ну на самом деле Ну уехал и уехал Ну и хорошо Ладно Вот А Галкина тоже сын военный Ну надо же Какие мы разные Дети военных То оказывается Да Вот Поэтому Да Поэтому еще раз говорю Что я даже честно говоря Не знаю особо Кто из них куда уехал Я точно знаю Что начали возвращаться Тихонечко Стали приползать Знаете Так на цыпочках Так аккуратненько Так бочком Знаете Глазки так в пол потупив Чтобы знаете Как говорится Не встретиться с кем-нибудь глазами Вот Начали возвращаться Все как бы Ну закончился Закончился этот Как говорится Запал Угар Вот Они поняли Что Как говорится Нахерни они никому не нужны Что бы они не говорили Как бы Вот знаете Как я говорю Что Чулпан Хаматова Которая Раз в неделю Должна Точно Вот точно Раз в неделю Должна каяться И должна Поливать Грязью Как бы Россию Там народ Путина Там и так далее Понимаете Ну это же страшная участь И это же Она должна это будет делать До конца своих дней Ну не только Я сейчас ее привожу Как пример Но все кто уехал Все кто уехал Должны это делать Каждую неделю Раз в неделю Если они Хотят иметь право На проживание Там где они находятся А находятся они Как правило Там Где Ну в смысле Ну по большому счету В стане врага Ну как бы Наших врагов Представляете Какая участь Вообще Незавидная На самом деле Незавидная Вот С одной стороны Как бы По-человечески Может быть Их и жалко Но вот Как гражданину Мне на них насрать Вы меня простите за Так сказать Примоту иногда И резкость Как говорится Я старый солдат Донна Роза Я иногда не выбираю Так сказать Выражение Если они наружу Просятся Как говорится Сами От души Вот Поэтому Так Сейчас мы тут У нас тут есть Да Вот Высказаться Что из таких Последних событий По поводу Значит Естественно По поводу Обстрела И Этого Как его Макеевки Да По Макеевке же бахнули И по Луганску там бахнули И пытались бахнуть там И по Херсону И так далее Это война Стреляют Как в одну сторону Так и в другую сторону Убивают Как на той стороне Так и на этой стороне Есть Есть это Это война Нужно понимать Еще раз говорю Относиться к этому Спокойно Вот Поверьте мне Вот Работают люди на тем Чтобы этого не было Может быть Медленно работают Но мы с вами Не в обстоятельствах Да Мы не на их месте Мы не знаем Как это можно Быстро Решить Прекратить эти обстрелы Да Понятно что Понятно что Будет постоянно Ну как бы Как бы какие-то Акции возмездия Проводиться Как с их стороны Так и с нашей стороны Это будет Этого требует Ситуация Этого требует Как бы ну В целом Общественное мнение Вот И так далее И так далее Поэтому эти вещи Будут происходить Вопрос Наверное в том Что Какова будет цена Этих обстрелов Где Ну понимаете да Что На войне всегда На войне всегда Больше всего Гибнет мирных людей Так устроена эта война К сожалению Любая война Так устроена Ну это Это такое проклятие Для людей Вот На войне Гибнут Чаще Это мирные жители Так можно По всем войнам Пройтись Да Ну та же Великая отечественная война Великая отечественная война Потери Красной армии Красной армии Были порядка Восьми Девяти Миллионов Человек Да Некоторые Называют цифру Больше Некоторую цифру Называют Примерно сравнимую С немецкими Потерями Но тут я не согласен У немцев Потерь было меньше У нас были Самые огромные Потери Это в первые Грубо говоря Там полгода Год наверное Прямо катастрофические Были потери Там Ну там Армии в котлах Погибали Поэтому я не соглашусь С тем Что советская армия Потеряла столько же Солдат Сколько И немецкая Потеряли Больше На пару Тройку миллионов Сто процентов Вот Поэтому Где-то примерно Восемь Девять миллионов Погибло военных Да А теперь Отнимите эти Восемь Девять миллионов От цифры в 25 И мы получим 14 миллионов Погибших Мирных жителей Вот В этом весь ужас войны Что на войне Казалось бы Да На войне Должны гибнуть Солдаты Но На всех войнах Всегда гибло Больше всего Мирного населения С любых сторон С любых сторон Вот Понятно Что со стороны Со стороны Допустим Украины Потерь Мирных жителей Меньше Да Потому что Все таки Нет Понятно Что снаряд Может прилететь Там грубо говоря В сторону Там влево Вправо На 10-15 метров Да Вот Но так Бывает Как я еще раз говорю Даже самое точное оружие Может там отклониться На какое-то там Расстояние Влево Вправо Или там Долет Перелет Не важно Но тем не менее Вот Но так откровенно Бить по Жилым кварталам Где просто Ну реально Нет военных Вот Нет техники Нет инфраструктуры Военной Ну это конечно Я считаю Военное преступление Понятно Что их будет тяжело Доказать Ну не знаю Там Проехала военная машина Они выстрелили Хотели попасть в нее Машина уехала Снаряд прилетел Зарвался И покалечил Поубивал там Мирных жителей Вокруг Любые вот такие Вот любые вот такие Обстрелы Очень тяжело Доказать С юридической точки зрения Что это Военное преступление Ну то есть В таких случаях Знаете В таких случаях Проще просто Не брать людей в плен Вот Ну то есть С черными С черными Как я говорю Знаете Когда армия шла С черными знаменами На противника Это на языке войны Означало Что пленных Брать не будем Пленных брать не будем Если армия идет С черными флагами Не с флагами Там дивизий Полков Батальонов Бригад Там не знаю Не с государственными флагами А именно с черным флагом Это обозначает Что Это армия Пленных брать Не будет Поэтому Ну Есть вариант Просто не брать Пленных Как бы Если Ну как бы Если есть Цель Желание Наказать Как бы За такие обстрелы Потому что Там Юридически Будет очень Тяжело доказать Умысел Таких обстрелов Как бы Да Ну то есть Понятно что На совесть у людей Остается Ну то есть Если это прилетает Там во дворы Жилых домов Грубо говоря Да Где нету Ни танков Ни техники Ни военных Ну это понятно Что это обстрел Вот Ну еще раз Говорю Что это тяжело Будет доказать Поэтому Самый простой Вариант Конечно Это Ну естественно Они знают Кто стреляет Чем стреляет Как стреляет И так далее Если вы думаете Что ну то есть Там в неведении Все находятся То вы глубоко Ошибаетесь Все фиксируется Все как бы Доказательная база Параллельно Уже Как говорится Ну делается Вот Поэтому Надеюсь Надеюсь Как говорится Что Эти обстрелы Прекратятся Ну понятно Что Еще как бы Нужно понимать Что это на совести Тех кто поставляет Это оружие Это абсолютно точно И я считаю Что По хорошему Правильно Мы конечно Имеем право Спросить Потом С поставщиков Оружия Ну то есть Они являются Участниками Боевых действий Точно так же Ну то есть Они же там Разведданные Там спутники Там используют Те же самые Американцы Там англичане Натовцы Они же поставляют Разведданные Со своих спутников Вот А в акции Их летают Как бы тоже Которые мониторят И так далее Ну то есть Теоретически Теоретически НАТО На стороне Как бы Украины Пассивно Но участвует Там есть Спецподразделения Там есть Консультанты Там есть Какие-то Там Еще товарищи Которые выполняют Узко Специальные задания Вот Но в целом Как я и говорю Что мы воюем с НАТО То есть Там Украина Как правило Это поле Как говорится Ну она сама Предоставила Как говорится Свою площадь Под это все дело Вот И Понятно Что украинские солдаты Ну это Знаете Это мясо Которым затыкают Как бы дырки По большому счету Вот Хочется уже мира Херсон А вы знаете Мира всем хочется Но мир Мир Как бы Очень дорого стоит Поэтому Если вы хотите Мира для себя Своих детей И внуков То У всего есть цена Понимаете Вот У всего Есть своя цена У 52 стран Брать спрос Надо будет Возьмем у 52 стран Вот Но пока речь идет о НАТО Вот О НАТО Это практически там Грубо говоря Сколько там На сегодняшний день Ну если мы возьмем Уже Швецию И Финляндию Сколько это уже 30 получается 31 страна Вот Со всех спросим Была бы Будет политическая воля Спросим со всех Вот То есть Я бы честно Ну на самом деле Спрашивать можно Не со всех Спросить можно Буквально там 2-3 страны Вот А остальные Сами разбегутся Ну Олег Если вы Как бы на улице Росли То вы понимаете О чем я Да Я сам Я сам Как говорится Ну бывал в ситуациях Когда Вырубается там 2-3 там Человека Максимум там Из толпы И толпа Крубо говоря Разбегается Вот Поэтому 52 страны Поверьте мне Из этих 52 стран По большому счету Есть одна Как говорится 2 Максимум 3 Вот Которые Все решают Остальные Поверьте мне Остальные Посмотрят на То что с этими Странами Грубо говоря Произойдет И поверьте Они сами Разбегутся Вот Как Гитлер Нет У вас неправильно Это Дело в том Что Гитлер Вторгся в Советский Союз И там была Армия Которая состояла Практически Из всех Государств Европы Вот В нашей ситуации Мы на Украину Грубо говоря Вошли Одной Страной Одной Армией Понимаете Вот Но дело в том Что если бы мы этого Не сделали То в ближайшие год Два Как говорится Произошло бы то же самое Что произошло 22 июня 41 года Вот Если вы Как бы Ну не в состоянии Видеть дальше Своего носа Да И грубо говоря Жрете то Что вам подают Именно сегодня А не интересуетесь А что будет завтра А еще лучше Послезавтра То я думаю Нет смысла С вами дискутировать Вот А кто нас будет слушать А не надо никого слушать Будут слушать пушки Будут слушать самолеты Как они прилетают Улетают Бомбят И так далее Понимаете Началась война Говорят уже пушки Танки Самолеты Это уже Это уже как бы Ну уже Все Разговаривать уже поздно Разговаривать можно будет Уже только тогда Когда кто-то из участников Этого Этих событий Поднимет белый флаг Вот и все Вот и все Вот тогда Можно будет разговаривать И то Не факт Разговаривать скорее всего Будет победитель Который будет просто-напросто Побежденным Диктовать свою волю Это так всегда В истории Так всегда Никто с поверженным Не будет разговаривать Проигравшим Будут указывать Что делать И если он не будет Это выполнять Его будут опять Уничтожать Дальше До бесконечности Пока не останется Воспоминания От страны И народа Так что так вот Ну хорошо Мы здесь будем так скажем Мы имея опыт Великой Отечественной войны За который мы заплатили 25 миллионов Мы воспользуемся В том числе И опытом Адольфа Гитлера Как говорится Ударим на упреждение Вот Ударим на упреждение Чтоб такую цену Больше не платить Вот Да Привет Здрасте Да нет Они сами признают Что Украина мясо Безусловно Конечно То есть Там уже видно Ну как бы Ребята О чем вы говорите То есть уже дураку Вот на самом деле Тут Пришла мне информация Из Ну как бы Человек Вернулся оттуда Ну в смысле Вернулся из Киева Возвращался Прямо Вот реально Буквально Что называется На этой неделе Узнал Что он вернулся Вырвался Каким-то образом Человек Точнее Помогли ему Выехать Вот Вернулся В Россию В общем-то И рассказывает Так Ну в двух словах По телефону пока Буду встречаться с ним На днях Буду встречаться с ним Расскажет мне Как он там Это был Он там был Ну вот считайте С февраля месяца Выехал с Украины Он в Сейчас скажу В В середине июня Он выехал И Короче через Турцию Там Добрался до Турции Через Турцию Вернулся В Россию Кое-как Там В общем Это знаете как говорится Не телефонный разговор Ну вот я с ним пообщаюсь Поподробнее Он мне расскажет Но когда Начали Стрелять Ну По Киеву Стали ракеты прилетать По инфраструктуре военной Вот Он говорит Ты говорит Зря Очень много людей Очень много людей Ну как бы Реально Ну сказали Ох Быстрее бы Киев взяли Честно говоря Я говорю Ладно Слушай Ну реально У меня же тоже Знаете как это Ну Свои представления Да Как бы И я говорю Да ладно Кто там это Он говорит Юр ты ошибаешься Там говорит Примерно половина Наполовину То есть половина Говорит Киевлян Ждали когда придут А половина Реально пошла Записываться в терроборону Там и так далее И так далее Причем Говорит Ждали Ну Люди Говорит Нашего с тобой возраста Там чуть моложе И постарше А что касается Говорит Молодежи То говорит Большинство Конечно Ну реально Там Крышак там Подвинутый Вот Побежали там Ну там И в армию записываться Ну понятно Что похоронки Поприходили Поприезжали Без рук Без ног Вот уже некоторые И конечно Ну уже по другому Смотрят уже На всю ситуацию Говорит Люди за полгода Пацаны С горящими глазами Как говорится Патриотически Вот это вот Настроены Украина Понадусе Вот на этом Говорит Порыве Повозвращались Говорит Юра Они выжженные Внутри Я говорит Видел соседского Пацана Вернулся без ноги Стопо оторвало Наступил на свою же Мину кстати На Украине Много разбрасывают Мин Лепестки так называемые Там очень Там очень Небольшой заряд Вот Меня одного Олег подбешивает Или нет Давайте мы его заблокируем Ну я думаю Что это бесполезно Человекам разговаривать Как говорится Да Вот Там мины Такие называются Лепестки Небольшой заряд Там Грамм 100 Там 120 Там Тротила И он реально Как бы Ну отрывает Конечности Руки там Ноги там И так далее Ну в основном ноги При наступном Как бы действия Происходит взрыв Вот Приехал без стопы Говорит Выжженный Говорит Пустые глаза Вот Ну Целыми днями Говорит это Курит короче И Ну Подвыпивший Но курит короче Вот И внутри говорит Злость И непонятно на кого Ну как бы Ну там То ли на Россию То ли на Украину Ну в общем Человек поломал свою судьбу Вот Пытается Найти кого-то виноватым А кто виноват Ну виноват только он сам По большому счету Хотя казалось бы Да там Порыв там Правильный Там да Там защищать родину Там и так далее И так далее Вот И говорит страшно Говорит просто Смотреть Говорит пацану Говорит 24 года По-моему Или 25 Что-то такое Ну в общем пока Это вот знаете Разговаривали 15 минут Поговорю с ним Поподробнее Побольше Вот Он говорит На самом деле Все не это Ну все не так Как ну Как кажется Там говорит Очень разные Понятно что Те кто скажем так Там Ну как бы Условно пророссийские Вот Они конечно молчат Они молчат Ничего не высказывают Вот И так далее Но говорит Когда началось Говорит Многие просто Ну что называется Ну так это Стрепенулись Понятно что такие люди есть Но я еще раз говорю Если на Украине 30 миллионов Ну возьмем Что там 15 миллионов За Россию Ну там теоретически Да 15 миллионов Ну Извините Но есть 15 миллионов Которые против И это Очень много И это Очень до хрена Так что Понятно что Не все будет так просто Не все будет Как говорится Тем более Я еще раз говорю Мы воюем Вот если брать Не по оружию По духу Да По силе воли Там по упорству Там по хитрости Там какой-то военной По изобретательности И так далее Мы воюем С Своим Привет Киевлянин Кто-то из наших Да-да-да Ты знаешь его Ты знаешь его Да приехал товарищ Я тебе Ну короче Серега Там Встретимся Расскажу Или созвонимся Вот Человеки в Харькове Был и в Киеве Сначала из Харькова В Киев А потом там Дальше Вот Так что вот такие дела В общем Короче все непросто Все тяжело Там достаточно Там действительно Все тяжело Люди конечно Ну Готовятся к Очень тяжелой зиме Реально тяжелой Вот В Воронежской области О Надька Привет Ну Рад за тебя Рад за тебя Вот Да Поэтому Сейчас говорю Что там по-разному есть Опять же таки Нельзя воспринимать Все плоско Что на Украине Все только там Типа нацисты Нет Нет Прямо вот берите Как говорится Как минимум Как минимум Половина Это не нацисты Это люди Которым похер Люди которые за нас Понимаете Люди которые Ну в смысле Похер те Которые нейтральны У них другие задачи Цели Выжить Семью И там Детей там На ноги поставить Да Им пофигу Вообще там И Путин И Зеленский И Макрон И там Вместе с Байденами И так далее Люди что называется Ну Живут и выживают Да Вот И им все равно При ком это будет По большому счету При ком будет лучше За того они и будут Ну так человек Ну так человек устроен Как бы ну Где лучше Там как бы Там они и поддерживают И так далее Другое дело Что нужно понимать Что лучше нужно еще делать Самим Ну то есть Если ты хочешь хорошо жить Ты не должен ждать Мы же взрослые люди Да Ну ты же не должен ждать Что-то с тебя там Свалится там с неба Или тебе там Папа с мамой дадут Или какой-то дядя чужой Ты должен это делать сам Тебе просто нужны Что? Правильно Условия В которых бы ты Мог себя реализовать Это я считаю Основная задача государства Это создать условия При которых бы Граждане Общество Страна развивалась Просто что-напросто Защищать страну От внешних угроз Защищать страну От внутренних угроз Создать четкие Понятные правила А дальше Дальше У кого как макитра варит Понимаете? У кого как говорится Руки как заточены Вот и все Вот это Если так вот взять Очень так Максимально упростить Задачи государства По отношению к Обществу К своим Как бы гражданам Мне кажется это так Вот Да Нелочка привет Движу тебя дорогая Здрасте Привет Брянск Даже те кто хотел быть против Были Против уже за Россию Понимаете в чем дело Еще раз говорю Что понятно Что есть категория людей Которая бы хотела Чтобы Россия Как бы да Пришла Но когда Россия Начала приходить И начала стрелять А по другому Ну как Ну грубо говоря Как вот собственно говоря Освободить Да Ну придется же стрелять Понятно что эти снаряды Прилетают еще раз говорю Куда-то не туда Страдает инфраструктура Может быть даже Страдает имущество Жилье И близкие тех людей Которые за Россию Понятно что люди Понятно что люди Перестраивают сознание Обозляются Почему Нас за что Мы же за Россию И так далее Ребят по другому не бывает На войне По другому не бывает К сожалению Снаряд летит Он не спрашивает За кого ты За Путина Или за Зеленского Да И в зависимости от ответа Приземляется В ту или иную Собственно говоря Ячейку Так не бывает К сожалению Так не бывает Снаряд летит Он не разбирает Вопрос в том Что как летит снаряд Если снаряд летит И попадает Во вражеского Там Солдата Во вражеское укрепление Во вражеский танк Это одно Но когда снаряд летит И прилетает Конкретно Целенаправленно Не просто случайно Понимаете А из раза в раз В одно и то же место Где люди Там Рынок Там Детские площадки Школы Там Не знаю Больницы И так далее И так далее Прилетает раз за разом Как это было там Ну на протяжении там Грубо говоря Восьми там лет Почти девяти Да В Донецке и Луганске То это все таки Немножко другое Мне кажется Еще раз я говорю Что когда прилетает снаряд И попадает Допустим Ну случайно Вы же заметьте Что если бы Россия Как говорится Если бы вот Как американцы Знаете как говорится Пришли сказали Сдавайтесь Там Пятнадцать минут На размышления Нет Нет Все И полетело на город Вместе с жителями мирными Полетело все Что может взрываться Гореть и так далее И потом заходить Что называется На развалинах Идти там По косточке В пепле Понимаете Там на танках И добивать Остатки Чего там вообще Шевелится Это одно Так бы война Закончилась бы Я думаю Уже Ну там не знаю Украина все таки Очень большая Ну К осени Наверное А если А если Так как воюет Сейчас Россия И тем количеством Людей Которые у нее Есть Солдат То понятно Что Это все будет Длиться долго Долго И я думаю Что Сентябрь Октябрь Будет Скорее всего Такими Ну Будет Затишье Потому что И армии Надо отдохнуть И что называется Там Ну Перегруппироваться Собственно говоря Там Технику Там Подтянуть Отремонтировать Закрепиться На территориях Скажем Уже Каких-то Да И так далее Поэтому Будет Большое Затишье Потому что Я сам знаю Что Ну там Начиная Там С середины Октября По разному Бывает Октябрь Сухой И теплый Но С ноября Там По конец Марта Там Реально Жопа Там Нечего Делать Вот Там Грязь Слякать Там По этим Полям По пояс В грязюке Это невозможно Будет Да Будет хорошо Посадки Будут голые Которые Сейчас Вот Посадки Как бы Да В них же Сейчас В основном Идут бои Потому что Ну в чистом поле Нет смысла В чистом поле Тебя обнаруживает Там Разведка Наносится удар Там И все Понимаете Вот В чистом поле Воевать Бесполезно Бессмысленно В этом плане В этом плане Самый Как я считаю Несчастный Казахстан Там вообще Одна степь Там Спрятаться Негде Вот Но на Украине Как бы Да Если мы берем Там Южную Там Центральную Там Восточную Северную Украину Кроме Западной Там В принципе Поля Поля И там Небольшие Посадки Так вот Каких-то Там Лесках Там Перелесках Посадках Сейчас В основном Идут все Сражения Ну такие Которые Знаете Непосредственно Что называется В штыковую Вот А в чистом поле Бесполезно На каких-нибудь Я не знаю На каких-нибудь Байках Скоростных Каких-нибудь Типа Там Знаете Вот С вот такими Колесами Чтоб они там Перли Под 200-250 По полю Вот Тогда еще Можно уйти Там Грубо говоря От обстрела Вот А так Бессмысленно Поэтому Естественно И идут Артиллерийские Дуэли А в основном Штыковые Все атаки Там Окопная Так скажем Какая-то там История Она идет Именно в посадках В перелесках Где трудно Обнаружить Противника Потому что Ну тоже Маскируются Ребята Так что Вот такие дела Привет Зерно свое В полях Уничтожает Это вообще Жесть Ну это их зерно Пускай что хотят С ним то и делают Нам главное Как бы Своё зерно Сберечь Да Потому что Ну В Ростовской области Тоже поджоги Вот И Делаются Пытаются Точно так же Пытаются Там поджигать Там в Херсонской области И так далее А свой хлеб Ну хотят Пускай жгут Ради бога Понятно что Все спишут на Россию Как бы Россия украла Вот Но все же украинцы Прекрасно видят И понимают Что этот хлеб Вывозится там И в Польшу И в Румынию И Там если посмотреть На карте Корабли которые Перевозят хлеб Сейчас стоят Все в устье В устье По моему То ли Дуная То ли Днестра Там прямо Два Таких Этих Два таких Затора Из кораблей Они под подрузку Заходят Как бы Грузят зерно И увозят Заходят Грузят зерно И увозят Вот Вывозят со страшной силой Другое дело Что это не так много Зерна Я же еще раз говорю То зерно Которое Там Вывозится сейчас С Украины Украинцами Да Ну там Под разными предлогами Ну понятно Что его продают Понятно Что Есть люди Которые Это зерно Уже купили Они поставили Ультиматум Как говорится Или верните Деньги Или верните Зерно Ну так эти же Деньги уже Украли давно Понимаете Уже поделили Что называется Вывезли за границу Купили себе Там дома Машины Яхты Вот А зерно Ну как бы Надо Поэтому выполняют Иначе же Вы понимаете Что там Отберут Ну то есть Те деньги Которые они Потратили Уже там В Европе Эти же люди Которые купили Это зерно Из Европы Они просто Их отберут Поэтому приходится Крутиться Ну это не первый раз Украина Сколько раз Продавала Даже посевное зерно За историю 30 лет Независимости Россия По моему Два раза Отгружала Украине Посевной материал Потому что У них Как говорится Мыш изъилы Понимаете То есть Несколько Десятков Миллионов Тон Мыш изъилы Вот Это же Есть Это же Сами украинцы Даже знают Я здесь Не иронизирую Ни в коем случае Вот Но два раза Два раза Такое было В истории Что Россия Поставляла Посевной материал Потому что Продали зерно Которое под посев Было Было Вот Что с голосом Немножко садится Голос Потому что Приходится громко Говорить Микрофон То далеко А потом Еще и после съемок Тоже Знаете Вот Чернобыльские мыши Да Вот Такие мордяки Вот Это вы еще пчел не видели Как свыни Знаете как в том анекдоте Да Говорит У меня пчелы Як свыни Это брешеш кумы А як живыны в тебе Вулик лизуть Як як Пыщать а лизуть Вот Да Здрасте Помню фильм С вами знахарь Господи У вас какая хорошая память Это ж было лет 15 назад Наверное Ну меньше 14 Не важно короче Ну это было совсем недавно Вот Так Ну в смысле давно Но как это Ну Жизнь так летит Что кажется было вчера Да Вот Так что вот такие дела Поэтому Короче Жду встречи с товарищем Очень надеюсь Услышать интересного всего Который там просит Ага Говорит Облавы Облавы Говорит Облавы Прям вот реально Они по городам Еще так сяк Говорит Нет А вот по селам В основном В городах Говорит Не особо трогают Потому что Ну если города Защищать То как раз Как бы те Кто в городе Тех как бы Ну легче мобилизовать Когда город там Допустим Будет окружен Да То тех Кто в городе Как бы легче поставить Под ружье Выхода другого нету Поэтому Говорит По райцентрам По селам Бредними Дут Говорит Заезжает Заезжает Говорит Человек 50-60 С разных Говорит Сторон села Как рассказывает Человек Вот С разных сторон Села И говорит Бредним По дворам С военными С полицией Кого ловят Говорит Тут же повестку Тут же данные Заносят Причем И женщин Тоже в том числе Я думал На самом деле Шутка Ну как бы То есть Я же говорю Что на таком Патриотизме Как говорится Ну там 15 миллионов Точно пойдут Вот Не-не-не Никто Они как бы Ну такие В смысле Это Ну как бы Мы там Типа там Путин Как говорится Там известно Кто Да Вот И это И мы как бы Там Ну там Батька наш Бандера Но если касается Дела взять в руки Автомат И пойти на фронт То желающих Как оказывается Крайне-крайне мало То есть За эти полгода Их Они уже как бы ушли Остальных Приходится притягивать За уши Ну потому что Сколько бы они Не объявляли О потерях Да Люди же как говорится Видят Ну люди же видят Да там Сколько могил На кладбищах Там да Там соседи Там рассказывают Там друг дружке И так далее Поэтому говорит Бреднем И самое интересное Говорит Дают повестку И говорит Кого-то сразу Подметают А кого-то как бы Ну предупреждают Не явишься в военкомат Уголовное дело И уголовное дело Там что-то то ли Четыре То ли шесть лет Я не буду точно Там это Цифру называть Правда не знаю Но там приличный срок Вот Ну и кто как говорится Там послабее Там идут в военкомат Бредут Кто как говорится По ушли Похитрее Что называется В руки в ноги И куда-нибудь текать Вот Поближе туда границы Как говорится Там с деньгами Там в нелегально Пытаются переходить Но тем не менее Бегут А кто-то говорит Тышком Нышком Говорит Сидеть Говорит у погреби Когда Говорит облавы начинаются Или говорит Прячется на горище Так что люди Как говорится Как могут Пытаются пацаны Там мужики Там бабы устраивают Истерики Скандалы Там собираются Улицами Не пускают И так далее И так далее Вот То есть Я думал Что это как бы Ну киселевская пропаганда То что там Ну там Рассказывают Показывают Да Вот А вот Пять лет Да Ну я же говорю Там четыре шесть Вот такое Пять лет дают Ну то есть Я говорю Что я все таки Знаете как это Вот как ситуация Вот с ребятами Которых там побили Там наших солдат Побили в Крыму Да Я еще раз говорю Никогда не спешите делать Как говорится Выводов Произошло событие Казалось бы Многие вещи очевидны Авторитетные люди Начинают что-то заявлять Там и так далее И так далее Ждите Ждите Не ведитесь Не включайте эмоции Ждите Как говорится Утро вечера мудренее Да Помните Любая сказка Русская народная Собственно говоря Присказка в ней такая есть И что оказывается Оказывается все Не так Как нам там Скажем на эмоциях Там преподносили Попытка раскачать Общественное мнение И так далее И так далее Все было не так Аксенов Глава Крыма Которого трудно Заподозрить Вне лояльности Да И так далее Рассказал все как есть И он находится В таком регионе Что все все знают Если бы он начал гнать пургу Он бы потерял авторитет Да Поэтому он рассказал Что как бы ситуация Выглядела следующим образом Да Вы не знаю Читали Видели Как говорится И так далее Ну буквально Вчера вечером Появилось То есть до этого Два дня Накачивали ситуацию С избиением солдат Да Вот А вчера вечером Появилось Как говорится Выступление Разобрались Рассказали Как было все на самом деле Плохо Нет Это плохо Безусловно Просто в этом Не было того Подтекста В который пытались Закладывать Некоторые товарищи Ну то есть Провокационного Подтекста Не было Хотя начали уже Как говорится Раскачивать Национальный вопрос Уже нашли тех ребят Которые как бы там Типа подрались Там избили И так далее И так далее Вот Пацаны то в принципе Все нормальные И с той И с другой стороны Ну просто Что называется Непонятки Как говорится Недоразумения Эмоции включили Мозги отключились И пошло Поехало Хорошо что разобрались Хорошо что как бы Ну Многие сделают выводы И все будет хорошо Поэтому еще раз говорю Когда вы что то слышите Никогда не торопитесь Включать эмоции И занимать Ту или иную сторону Подождите Посмотрите Все станет ясно Понимаете Это как тот прапорщик Да Товарищ прапорщик Который час 12 разделить на 38 Это будет Ну короче Пок и не ясно Вот Да Примерно вот эта вот история Про пшеничного Ничего не слышно Я не интересуюсь Судьбой Михаила Пшеничного У него для этого Есть жена Там ребенок Родители Которые должны Интересоваться Я не знаю Единственное Единственное Я могу вам честно сказать Как бы там ни было Я не слышал его выступлений Не читал его комментариев И так далее И так далее Для меня как говорится Ну вот Он остался таким Как мы сыграли Последний спектакль Я очень надеюсь Что у него будет все хорошо Что он будет жив здоров Вернется домой Как говорится Поправит мозги И вернется Вот Мишка Еще раз говорю Мишка хороший Очень искренний Очень добрый человек Я с ним Что называется Был на одной сцене За кулисами Я с ним много общался Разговаривал И так далее То что он человек Эмоциональный Это безусловно Вот Пока он Нет Если он как бы Ну не найдет в себе Силы и возможности Переубедить меня В мнении о нем Ну тогда поживем Увидим Подождем Пока я говорю Как бы что есть Да Вот свое Своё отношение К этому человеку И к любви То же самое Не знаю Ребят Правда Не видел Не могу судить Не могу там Как говорится Критически высказываться Человек Как бы ну вот Как по мне Как по мне Очень хороший парень Здравствуйте Здравствуйте Хорошего дня Силой ловят И увозят Некоторые Никто не хочет Идти сам воевать Но я же говорю Что сами Как бы кто хотели Они ушли там В первый Там второй Там третий месяц И так далее Я же еще раз рассказываю Что возвращаются ребята Молодые Вот эти которые На патриотизме Да Которая Украина Понадусе Возвращаются инвалидами Люди видят И делают выводы Вот чем дело Кто-то вообще Не возвращается Понимаете В чем дело Вопрос же За что они воюют Они же не за Украину Воюют Потому что Украине Собственно говоря Ничего не грозит Украине Украине Ничего не грозит По большому счету Никто не будет устраивать Геноцид Как Адольф Гитлер Славянскому народу Устроил Ну там Вместе с евреями Вот Так же так Ваши фразы Дважды повторяются Бывает такое Да бывает Немножко бывает Не все такие Рассудительные Как я А потому что Ну это жизненный опыт Это годы Ну бесполезно Меня молодые Не поймут Меня молодые Не поймут Я бы был бы Сейчас бы там 25-летний Слушал бы себя 50-летнего Я бы не понял Ну я бы не согласился Не понял бы И так далее Это все годы Это же вот тот момент Как говорится Знаете Простые прописные истины Которые ты начинаешь понимать Спустя только время Если бы молодость Знала Если бы старость могла Это вот об этом Вот эти вот Вот эти вот все вещи Ты с возрастом понимаешь Так что так вот Все Я вас всех обнимаю Я вам всем желаю Хорошего настроения Здоровья И благополучия Ну и там Завтра Послезавтра Я не знаю Будет эфир Не будет Но тем не менее В любом случае Я пока здесь Я с вами На связи Пока Продолжение следует